Вторые сутки в Горсовете Кривого Рога следователи Генпрокуратуры проводят обыски. Все это происходит под охраной спецназа. Сотрудники мэрии вынуждены работать в буквальном смысле под дулами автоматов. Чиновники уверяют, такие меры излишни, ведь работе правоохранителей никто не препятствует. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Вход в здание Горсовета Кривого Рога окружен людьми в камуфляже с нашивками полиция. Оружие на готове на лицах балаклавы. У входа строгий пропускной режим. А в кабинетах сотрудники Генпрокуратуры и спецназ-корд проводят обыски. Следователи проверяют финансовую документацию. Вот только документы уже неоднократно изымали, говорят юристы. И ничего противозаконного правоохранители не находили. В Кривом Роге опять повальные обыски. Проведено 300 проверок, из которых более 100 прокурорских. Мы предоставляем все документы. Все происходящее это давление и дестабилизация. И, к сожалению, мешает нормальной работе городской власти. Национальной полиции говорят, обыски проводятся в рамках уголовного производства. Чиновников подозревают в хищении бюджетных средств. Но что именно ищут в очередной раз, не говорят. За ситуацией в Кривом Роге следят и народные депутаты Украины. Константин Павлов уверен, обыски это всего лишь предлог. Рассказывает, ситуация приобрела политический подтекст после празднования Дня Победы. Это очередной повод отомстить тем людям, которые 9 мая вышли и доказали те ценности, которые для них важны. Это историческая память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы имеем дело с новым витком политических репрессий и маргинальной заказухи. Опять-таки она направлена на то, чтобы раскачать город, не дать спокойно жить и развиваться родному Кривбасу. Народные депутаты уже обратились к международному сообществу с просьбой помочь в урегулировании ситуации в городе. Ольга Иванченко, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область.